РАДИО ЗВЕЗДА Нам остается теперь взять только Византию, если война продолжится, и сказать по правде, я начинаю думать, что это вовсе не так трудно. Но лучше быть благоразумнее и повторить заодно с теми, кто таков, что во всяком случае мир предпочтительнее наилучшей в свете войны. Все это в зависимости от сеньора Мустафы. Я одинаково готова как к тому, так и к другому. И что бы вам ни говорили о том, что Россия истомлена войной, не верьте этому нисколько. Россия и не думала еще касаться тысячи тех ресурсов, которые в конец уже истощены государствами, находящимися на мирном положении. Вот уже три года как не налагалось никаких новых податей. Не потому что это было неосуществимо, но потому что у нас достаточно всего, что нужно. Я знаю, что парижские стихоплеты разнесли по свету, что будто бы я набираю в солдаты уже восьмого человека. Это грубая ложь, лишенная всякого смысла. По всему видно, что у вас среди публики есть немало склонных обманывать себя. Не следует лишать их этого удовольствия, ибо все к лучшему в этом лучшем из существующих миров, как уверяет доктор Панглос. Екатерина. Петербург, 25 июня, 6 июля 1772 года. Из вашего письма, милостивый государь, от 29 июля я с удовольствием вижу, что мои кедровые орешки дошли до вас в целости. Вы их посадите в Ферне. Я то же самое сделала с ними нынешней весной в Царском селе. Слово это покажется вам, вероятно, трудноватым для произношения. А между тем местность, которая им называется, я нахожу восхитительной. Я там сею и сажаю. Баронесса Тундертентронг считала же свой замок самым прелестным замком в мире. Мои кедры уже достигли высоты мизинца. Каковы-то ваши. В настоящее время я люблю до сумасшествия английские сады, кривые линии, нежные скаты, пруды наподобие озерков и резко определенные береговые очертания. И питаю глубочайшее отвращение к линиям прямым, похожим друг на друга. Я ненавижу фонтаны за ту пытку, которой они подвергают воду, заставляя ее следовать направлению, противному ее естественному течению. Статуям отведены места в галереях, в передних и так далее. Одним словом, англомания овладела вполне моею плантоманией. Среди занятий такого сорта я нахожусь в спокойном ожидании мира. Послы мои уже шесть недель, как находятся в Яссах, и перемирие заключено на Дунае, в Крыму, Грузии и на Черном море, и подписано в Жужжеве 19 мая по старому стилю. Турецкие уполномоченные уже в пути за Дунаем, и экипажи их за недостатком лошадей в Ликутце должно быть потомками бога Аписа. По окончании каждого похода я предлагала этим господам заключить мир. Они, вероятно, не считали себя вполне безопасными за Балканами, если вступили в переговоры. Увидим, насколько они окажутся рассудительны, чтобы вовремя заключить мир. Что касается до ваших франтов, взятых в плен, то они, конечно, по возвращении домой станут разглагольствовать во всех парижских переулках, что русские — это варвары, не умеющие даже порядочно воевать. Мой институт, чуждый всякого варварства, представляет себя вполне вашему попечению о нем. Прошу вас, не забывайте таки нас. Я же со своей стороны обещаю вам сделать все возможное, чтобы окончательно доказать, как заблуждались те, кто наперекор вашему мнению в течение четырех лет не переставал утверждать, что я позволю себя одолеть. Будьте уверены, что я глубоко дорожу всеми выражениями вашей дружбы ко мне. Чувства моей искренней дружбы к вам и уважения угаснут только вместе с моею жизнью. Екатерина 27 декабря 7 января 1774 года Милостивый государь, философ Дидро, здоровье его продолжает еще быть шатким, останется у нас до февраля месяца и уже затем только вернется к себе на родину. Гримм также рассчитывает уехать в то же время. Я вижу с ними очень часто, и наши разговоры бесконечны. Они расскажут вам, какое употребление я делаю из Генриха IV, Генриады и из множества других сочинений того же автора, ознаменовавшего своими произведениями наш век. Я не знаю, скучают ли они очень в Петербурге или нет, но по отношению к себе я могу сказать, что с удовольствием бы провела всю жизнь в беседе с ними. В Дидро я нашла воображение неистащимое, и потому я отношу его к числу людей самых необыкновенных, какие когда-либо существовали. Если он не любит Мустафы, как вы мне сообщаете, то он, я в этом уверена, и не желает ему никакого зла, невзирая на всю энергию его ума и на расположение, как я замечаю, наклонить весы в мою сторону. Сердечная его доброта не позволит ему этого сделать. Екатерина 22 октября, 2 ноября 1774 года С удовольствием, милостивый государь, я удовлетворю вашу любознательность по отношению к Пугачеву. Это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже месяц, как он схвачен, или, выражаясь вернее, связан и скручен своими собственными же людьми в необитаемой степи между Волгой и Яйком, куда он был загнан посланными против него со всех сторон войсками. Лишенные припасов и средств для продовольствия, товарищи его, возмущенные сверх того еще жестокостями им творимыми и в надежде заслужить прощения, выдали его коменданту Яйцкой крепости, который и отправил его оттуда в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее время он в дороге, на пути к Москве. Когда его привели к графу Панину, он совершенно наивно признался на первом же допросе, что он, донской казак, назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака, что у него трое детей, что во время этих смут он женился вторично на другой, что братья и племянники его служат в первой армии, что он сам в ней служил, участвовал в двух первых походах против порты и прочее и прочее. Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков и так как войска этой национальности ни разу не клевали на крючок этого разбойника, то все сказанное было тотчас же проверено через земляков Пугачева. Хотя он не умеет ни читать, ни писать, но как человек он крайне смел и решителен. До сих пор нет ни малейших данных предполагать, чтобы он был орудием какой-либо державы или чтобы он следовал чьему-либо вдохновению. Приходится предполагать, что господин Пугачев сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-нибудь живой души. После Тамерлана, я думаю, едва ли найдется кто-либо другой, кто более истребил рода человеческого. Во-первых, он вешал без пощады и всякого суда всех лиц дворянского рода – мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, какие ему только попадали в руки. Ни единое местечко, по которому он прошел, не избегло расправы его. Он грабил и опустошал даже те места, которые, чтобы избегнуть его жестокостей, пытались заслужить его расположение добрым приемом. Никто не был защищен от разбоя, насилия и убийства. Но что хорошо покажет вам, как сильно может обольщаться человек, – это то, что он осмеливается еще питать кое-какие надежды. Он воображает, что ввиду его отваги я могу его помиловать, и что свои прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими услугами. Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить его, если бы содеянное им оскорбляло меня одну. Но дело это – дело, затрагивающее государство, у которого свои законы. Екатерина. Петербург, 28 января, 8 февраля 1777 года Милостивый государь, я прочла за эту зиму два только что сделанных русских перевода. Один – Тасса, другой – Гомера. Говорят, что они очень хороши, но каюсь, что ваше письмо от 24 января, только что мною полученное, доставило мне больше удовольствия, чем Тасс и Гомер. Его веселость и живость заставляют надеяться, что ваша болезнь не будет иметь никакого последствия, и что вы легко преодолеете столетний рубеж. Ваша память столько же для меня лестно, как и приятно. Мои чувства к вам остаются неизменными. Екатерина. Петербург, 2 сентября, 1 октября 1777 года Милостивый государь, чтобы ответить на ваши письма, надо прежде всего сказать вам, что если вы довольны князем Юсуповым, то он совершенно восхищен приемом, которым вы его удостоили, и всем, что вы говорили в то время, какое он имел удовольствие провести у вас. Во-вторых, я не могу послать вам свод наших законов, потому что его еще нет. В 1775 году я велел напечатать постановления для управления провинциями. Они переведены только на немецкий язык. Статья, стоящая в начале, объясняет причину подобного распоряжения. Ее ценят благодаря точности описания исторических событий различных эпох. Не думаю, чтобы эти постановления могли послужить 13-ти кантонам. Посылаю экземпляр только для библиотеки замка Ферне. Наше законодательное здание возвышается мало-помалу. Основанием для него служит наказ. Я его послала вам 10 лет тому назад. Вы увидите, что законы не противоречат принципам, но истекают из них. Вскоре за ними последуют законы финансовые, коммерческие, полицейские и т.д., которыми уже два года как мы занимаемся, после чего свод будет весьма легко редактировать. Вот что я думаю относительно уголовных законов. Преступления не могут быть очень многочисленны. Но мне кажется, что соразмерить наказание с преступлениями требует особого труда и многих размышлений. Я думаю, что род и сила улик могли бы быть доведены до особой формы вопросов, очень методической, очень простой, благодаря которой выяснялся бы сам факт преступления. Я убеждена и так установила, что самая лучшая уголовная процедура и самая простая, та, которая заставляет проходить этого рода дела через три инстанции в определенное время, без чего личная безопасность обвиняемых может подвергаться произволу страстей, невежества, невольной глупости и увлечения. Вот предосторожности, которые, пожалуй, не понравятся святому судилищу. Но разум имеет свои права, о которых глупости и предрассудки рано или поздно должны разбиться. Лещу себя надеждой, что бернское общество одобрит мой образ мыслей. Будьте уверены, что мое мнение о вас не подвержено никаким изменениям. Екатерина. Забыла вам сказать, что двухгодовой опыт убеждает, что суды, устроенные по моим правилам, становятся могилой крючкотворства. Екатерина. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины Второй. Письмо императрицы Екатерины Второй Светлейшему Князю Потемкину Таврическому. Господин генерал-поручик и кавалер, вы, чаю я, столь часто смотрите на Силистрию, это турецкая крепость на Дунае, а с 1878 года болгарский порт и город Силистра, что вам некогда письма читать. Я и по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не менее уверена, что все то, что вы сами предпринимаете, должно приписать вашему горячему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, служба которому вам особенно дорога. Со своей стороны, я весьма желаю сохранить ревностных, храбрых, умных и искусных людей, то и прошу вас попусту не подвергать себя опасности. Вы, читая сие письмо, может статься, зададитесь вопросом, к чему оно написано. На сие дам вам ответ, к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мысли о вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательно. Декабря, 4 числа 1773 года, Екатерина. Скажите и бригадиру Павлу Потемкину спасибо за то, что он хорошо турок принял, когда они пришли за тем, чтобы у вас на острове батарею уничтожить. Середина апреля 1774 года Голубчик, присем посылаю вам письмо к графу Алексею Григорьевичу Орлову. Если в орфографии есть ошибка, то прошу, поправя, где надобно, ко мне письмо возвратить. Тем, коим не нравятся пожалования господ Демидовов в советники Берг-Коллегии, это коллегия для рудных дел, учрежденная Петром I в 1719 году, а чин советника в ней соответствовал армейскому чину полковника. Берг-Коллегии, в которой они, однако, с пользой могут быть употреблены. В ответ можно сказать, что Сенат часто по своему произволу жалует от купщиков в чины. Итак, чаю и мне можно, по власти моей, жаловать разоренных людей, от коих торговли и казенным доходом будет принесена немалая и долголетняя прибыль. Они чаю не хуже будут дурака генеральского господина Бильштейна, за которого весь город старался. Но у нас любят все брать с лихой стороны, а я на сие привыкла плевать и давно знаю, что те ошибаются, кои думают, что на весь свет угодить можно, потому что намерения их беспорочны. Юла, моя дорогая, не прогневайся, что написала то, чего вы мне не дали бы договорить или не выслушали бы, если бы были со мной. Всякому человеку свойственно искать свое оправдание, кроме меня, которое ежечасно подвержено бесчисленным попрекам и критике людей умных и глупых. Итак, когда уши мои этим набиты, тогда и мой ум около того же вертится, и мысли мои не столь веселы, как были бы от природы, если бы на всех угодить могла. Екатерина. Конец апреля 1774 года. Какая тебе нужно сказать, что не останется жив тот, кто место твое займет? Правильное ли это дело, чтобы ты страхом захотел преневолить сердце? Самый мерзкий способ сей не похож вовсе на твой образ мысли, в котором нигде зло не обитает. А тут бы одна амбиция, а не любовь действовала. Вычеркнись и строки, и истреби о том и мысли, ибо все это пустошь. Похоже на сказку, что у мужика жена плакала, когда муж на стену повесил топор, угрожая, что тот сорвется и убьет детятю, которого на свете не было и быть не могло, ибо им по сто лет было. Не печалься. Как бы то ни было, я приветствую постоянные отношения, и привычка, и дружба более и более любовь во мне подкрепляют. Вы не отдаете должное себе, ибо вы сами совершенное удовольствие, вы чрезвычайно любезны. На французском. Признаться надобно, что и в самом твоем опасении есть нежность, но опасаться тебе причины никакой нет. Равного тебе нет. Я с дураком пальцы обожгла, и к тому же я жестоко опасалась, чтобы привычка к нему не вызвала одного из двух. Или навек я стала бы бесчестно, или же укоротила мой век. А если бы еще год остался, и ты бы не приехал, или по приезду я тебя не нашла, как желалась, я бы статься могло, привыкла, и привычка взяла бы место тебе по склонности изготовленное. Теперь читай в душе и в сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и если ты сие не чувствуешь и не видишь, то недостоин будешь той великой страсти, которую произвел во мне. Право, крупно тебя люблю. Сам смотри. Да просим покорно нам платить такой же монетой, а то весьма много слез и грусти внутренней и наружной будет. Мы же, когда ото всей души любим, жестоко нежны бываем. Изволь нежность нашу удовольствовать нежностью же, а не чьим иным. Вот вам письмецо некороткое. Будет ли вам так приятно читать, как мне писать было? Не ведаю. Сентябрь 1777 года. Батя, ты иногда замысловато докладываешься. Мне куда девать сто человек-колодников, коих острог вода разнесла? Я говорю, в карантинный дом, но не ведаю, крепок ли он. Канальи живы, а пятнадцать человек верных солдат в том месте у них потонули. Ноябрь 1777 года. Указ я прочла, и вижу, что полки командированы, куда я приказала. О больных ничего не ведаю, а впредь, что до меня дойдет, вам сообщу. Намерения теперь иного нет, как только смотреть, что турки предпримут, ибо о трактовании с ними теперь полномочия у Стахиева. В случае же войны иного делать нечего, как оборонительно бить турков в Крыму или где покажутся. Если же продлиться до другой кампании, то уже качаково-чаю приготовиться следует. Хорошо бы и бендеры, но отчаков по реке нужнее. Январь 1781 года. Сравнивать прилично не ради трусости, но ради честности, что, имея обстоятельства, нарушить оные бесчестно. Трактат же равной дружбы не есть безвестное дело по тому правилу, что всякая держава старается со всякой державой жить дружно, когда нет войны. Войну же не вчинять без причин и без нужды. Я ни от кого из держав зависимо быть не желаю. Венский двор весьма может хвалиться, что я сравниваю с двадцатилетним союзником тогда, когда десять лет назад он и двор отказался ото всякой связи с нами в нужное для нас время и всякую пакость чинил в то время. Что слабеешь, о том всем сердцем жалею и не знаю, чему приписать. Уже сама посмотрю тебя. Прощай, мой любезный друг. Проект трактата, который ты читал, представлен Кабенцелем. Наш контртрактат готовится. 1781 год. Прочтя сей проект, я нашла, что составлен он по правилам всех монополистов, то есть захватить все в свои руки, несмотря на разорение вещей и людей. В начале моего царствования я нашла, что вся Россия по частям роздана подобным кампаниям. И хотя я девятнадцать лет стараюсь сей корень истребить, но вижу, что еще не успеваю. Если сам его не издерешь, то возврати его сочинителем с тем, чтобы и вперед о том и о подобном не заикались. 25 сентября 1782 года. Письма твои, батенька, из Херсона от 16 сентября я имела удовольствие получить сегодня утром. И хотя подробностей не пишешь, но уже потому, что тебе и самому кажется удивительным, как эти места после заключения мира переменились, можно заключить, что сделано многое. По известиям Веселицкого хан спешит с переездом. Думаю, что вы с ним уже виделись. Об уходе крымцев в Анатолию и цареградские вести гласят. Удивительнее всего, что посреди сумятицы тамошней после пожара спешили платить нам деньги, кои должны. Приписываю это трусости. Благодарствую за добрые вести, что провианты сена заготовляются с успехом и что урожай был добрый. В письме речь идет о контрибуции, предусмотренной одной из статей Кучук Кайнарджийского мирного договора 1774 года. Апрель 1774 года. Великие дела может творить человек, дух которого никакое дело потревожить не может. Меньше говори, будучи пьян. Немало не сердись, когда кушаешь. Берись за дело, кое спеет. Принимай великодушно, что дурак сделал. 29 июля 1774 года. Увидишь, голубчик, из приложенных при всем штук, что господин граф Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властью в лучшей части империи, то есть Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии. А в уме есть и прочее, что если сие я подпишу, то не только князь Волконский будет и огорчен, и смешен, но я сама немало не сбережена. Но перед всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в империи хвалю и возвышаю. Вот вам книга в руки. Изволь читать и признавай, что гордость сих людей всех прочих выше. Присем прилагаю и Бибикова инструкцию для сравнения. И тот пункт не худ, где сказано, что всех людей, где бы ни было, он может как, где и когда хочет казнить и миловать. Справка. Братья Панины. Никита Иванович, граф 1780, 1783 годы. Выдающийся государственный деятель, дипломат. Петр Иванович, граф 1721-1789 года. Военачальник, генерал-аншеф. В период подавления Пугачевского восстания командовал правительственными войсками. В письме речь идет о предложении графа Петра Ивановича Панина предоставить ему до окончания борьбы с пугачевцами диктаторскую власть над четырьмя губерниями. 18 августа 1774 года. Позволь доложить, друг милый и любезный, что я весьма помню о тебе. Окончив трехчасовое слушание дел, хотела послать спросить, а поскольку было не более десяти часов, опасалась, что разбудит тебя. И так не за что гневаться, на свете есть люди, кои любят находить в других людях вину тогда, когда надлежало им сказать спасибо за нежную заботу всякого рода. Сударка, я тебя люблю как душу. Конец августа 1774 года. Заготовила я теперь графу Петру Панину письмо в ответ на его от 19 числа и посылаю к нему реестр тех, кои отличились при казанском деле и коих награждаю деревнями. Все это вы усмотрите из приложенного здесь письма. А впредь как офицеров наградить кои против бунтовщиков крестьян не достанет, хотя достойны. Пришла мне на ум следующая идея. В банк дворянский немалая орденская сумма в проценты идет. Я из процентов велю против орденских классов производить им пенсии. Как вам кажется? Конец августа 1774 года. Я думаю, что прямой злодейский тракт Пугачева на Царицын, где забрав артиллерию, как слух уже о его намерении был, пойдет на Кубань. А по всем известиям или сказкам десяти саратовских казаков он намерен на Дон идти, которая царится на в шестидесяти верстах. И если сие сбудется, то он столкнется с Пушкиным и тут его свяжут. Защита Керенска показывает, как сие легко сделать против толпищи черни. В письме речь идет о графе Мусине Пушкине Валентине Платоновиче. Годы жизни 1735-1804. Он был военачальником при Екатерине Второй генерал-аншефом, при Павле Первом фельдмаршалом. Середина сентября 1774 года. Вы, сколько я вас знаю, желаете, чтобы не одна часть только была в хорошем состоянии, но все. Когда дошло до того, чтобы выбрать в магистратские члены порядочных людей, а не банкрутных купцов, тогда началось роптание ото всех тех, кои, пользуясь купеческими выгодами, не хотят обществу служить. Когда же банкрутных и бездельников выбирали в члены, тогда не менее роптание было, что ни суда, ни расправы нет в магистрате. Освободим всех лучших людей из всей должности, тогда само собою останутся плохие. Прошу сыскать средства. Как быть? Мы читали мемуары императрицы Екатерины Второй. Ваши любимые книги каждый день в эфире Радио Звезда и на нашем канале в Ютьюбе. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров Редактор субтитров